Привет друзья! Микаэла Дроздовская, известная советская актриса, на счету которой роли в таких фильмах как «За витриной универмага», «Атаман Кодр», «Семь нянек» и другие. Ее фильмография насчитывает чуть больше 30 картин. Будущая актриса появилась на свет в Москве в 1937 года. Ее родители имели технический склад ума и не понимали страсти дочери к творчеству. Микаэла устраивала домашние концерты, на которых она пела и танцевала. Желание реализоваться на сцене и купаться в зрительских аплодисментах появилось у Дроздовской еще в раннем детстве. Она ходила в школьный драмкружок и участвовала в самодеятельности. Сразу после окончания школы она недолго думала, в какой вуз подавать документы. Микаэла решила поступать во ВГИК. Члены приемной комиссии по достоинству оценили талант Дроздовской и ее выразительные внешние данные. Вскоре она увидела свое имя в списке зачисленных. Окончив ВГИК, Микаэлу пригласили в труппу театра студии киноактера. В театре ролей было немного, зато режиссеры стали звать ее в кино. Кинематограф оказался очень приветлив к молодой актрисе. Дебютная роль в комедии «За витриной универмага» принесла Дроздовской успех. Критики тепло восприняли фильм. В 50-60-м годах Дроздовская активно пополняла свой послужной список. Бесспорно, Микаэла была очень привлекательной женщиной, на которую обращали внимание мужчины. Однако в течение долгого времени актриса отодвигала свою жизнь на второй план, полностью погрузившись в творчество. Замуж Дроздовская вышла около 30 лет. В то время это считалось довольно поздно. Ее избранником стал уважаемый столичный кардиолог Вадим Смоленский, который покорил ее своими настойчивыми ухаживаниями и красивыми знаками внимания. Спустя некоторое время у супругов родилась дочь Вероника. В 1970 году на свет появилась еще одна дочь Дарья. Рождение детей не заставило актрису отказаться от съемок. В их семье царила полная идиллия. Микаэля завидовали все ее коллеги. Успешный муж, двое прекрасных детей, семейное благополучие, отсутствие всяческих материальных трудностей. Смоленский действительно хорошо зарабатывал. Хватало не только на то, чтобы обеспечить семью, но и держать в доме прислугу. У Дроздовской было две помощницы. Одна помогала ей управляться с домом, другая – с детьми. То, что произошло дальше, стало страшной трагедией не только для семьи актрисы, но и для всех ее близких друзей. В ноябре 1978 года Дроздовская отправилась в город Орджоникидзе на очередные съемки. Вместе с другими актерами и членами съемочной группы ее поселили в неотапливаемое помещение старого спортивного клуба. Кто-то посоветовал Микаэля, чтобы согреться на ночь, включить осветительный прибор. На ее беду, одеяло, которым укрывалась актриса, сползло на прибор и загорелось. После этого огонь начал стремительно распространяться по всей комнате. Вскоре члены съемочной группы выбили дверь в ее комнату. Однако из-за притока воздуха огонь разгорелся с еще большей силой. В тот момент Микаэла еще дышала, но ее тело было сильно обожено. Актрису доставили в местную больницу. Узнав о случившемся, Смоленский распорядился, чтобы жену перевезли в Москву. Он подключил к спасению Микаэлы всех светил медицины, которые в течение недели боролись за ее жизнь. Однако спасти актрису им так и не удалось. Дроздовская ушла из жизни в 41 год. Когда Микаэлы не стало, ее муж довольно скоро женился. Он переехал к новой жене, а девочек оставил одних в родительской квартире, а ведь им было всего 8 и 12 лет. Тогда на помощь пришли близкие подруги Микаэлы. Одна из них впоследствии взяла на воспитание Веронику. Опекуном Дарьи стала ее крестная, актриса Алла Будницкая. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok